Начнем с провокации. Ой, да она вообще... Самый главный болельщик на данный момент в твоей жизни. А ты сам хотел стать хоккеистом? Мы и так в хоккее. Банда 24 на 7. Я был и Карди. Красивый выбор. Водичку там принести, шайбочек собрать. Хабиб Нурмагомедов. Можно сказать, я его так поддержал. Добавил одного подписчика. Ну вот он подкаст посмотрит и будет знать. Ты должен играть посерьезнее. Марат, рада тебя видеть здесь, в нашем подкасте. Ты приехал в Петербург в 16 лет. В 17, может. В 17, да? СК-1946. Да. Уже стал петербуржцем? Думаю, да, 100%. Уже город прижился ко мне. Так что менять ничего не хочется. А как вообще москвич коренной решился на то, чтобы переехать в Петербург? Так нужно было для хоккея, для развития. Поэтому приехал в Петербург. И, честно, Питер мне более благоприятен, чем Москва. А Москва суетная, Петербург более спокойный, комфортный. Ты в 12 лет попал в спортивный интернат. Как это решение принималось? Да, это сложное решение было. Просто получилось так, что команды мы играли хорошо по Москве. По общему засчету мы не попадали в первую группу, где ЦСКА, Спартак, все остальные. Во второй группе играть по Москве, но это намного хуже. То есть с точки зрения уровня, да? Да, конечно. То есть идет падение уровня хоккея. Да, и стал вопрос о переходе в Витязь. Тренер подошел, сказал, как думаешь, поешь со мной, если я перейду в Витязь. Тренер Курдин? Да, Геннадий Курдин. Ну и все, получается, он мне сказал, сказал родителям. Мы долго, честно, думали. Все равно такое решение, особенно для мамы было, что в 12 лет я уезжаю в другой город, жить отдельно. А тебе в спортивном интернате легко, так скажем, жилось? С нами так же Геннадий Курдин. Вот жил, водил в школу, на тренировки, с тренировки, со школы. Он как роль отца, можно сказать, выполнял. Так что спасибо ему намного проще. Оказалось, находиться в интернете. Скучал по дому? Ну, первое время, конечно, скучал. Возраст 12-13 лет, конечно. А потом уже, когда более-менее подросли, погулять, еще что-нибудь с компанией. Так уже более-менее. Да и родители приезжали раз в неделю. Отец хотел, чтобы ты стал хоккеистом. А, собственно говоря, все, что с этим связано, на тренировки возить и так далее, я это уже мама. Ну, у меня папа военный был, у него всегда желание. Он сам в хоккей играл, да, на любительском уровне, потому что не было возможности, наверное, такой. И у него, наверное, мечта была, чтобы его сын играл в хоккей. Поставили меня на коньки, а дальше у папы командировка. И мама полностью занялась этим вопросом. Возила, отвозила. Из тебя делали чемпиона? Или просто делали спортсмена, чтобы ты занимался до какого-то уровня? Поиграла, потом образование, потом другая жизнь. Сразу делали чемпиона. Во-первых, правильному тренеру отдали, который тоже из нас делал чемпионов. Папа очень сильно восхищается хоккеем и очень сильно увлечен этим. Так что он подсказывает правильные вещи. И я никогда с ним особо не спорил. А ты сам хотел стать хоккеистом? В детстве поставили на коньки, особо не думаешь, понравилось шайбу катать. И все, занимаешься этим всю свою жизнь. Ты уже и не думаешь о каком-то другом виде спорта или развлечения. Опять же, в одном из интервью ты сказал, что после каждого матча общаешься с родителями. Да. Что они все смотрят, каждую твою игру. Кто первый звонит, мама или папа? Они вместе находятся, так что я сразу звоню либо папе, либо маме. Они все равно вместе на трубке. Ну, сначала поддержка, наверное, это больше как мама, папа поддерживают. А потом уже поговорили обо всем уже с папой. Немножко можем позволить себе поговорить по хоккею. А сестренка как реагирует на твои хоккейные успехи? Или если что-то идет не так? Да она вообще лучше всех болеет, мне кажется. Да? Конечно, да. Ее научили вот с детства. Получается, в первый год со мной приехала мама с мелкой сестрой. Первый год со мной жили, чтобы я... В Петербурге? Да, в Петербурге, чтобы я обустроился все. Ну и ходили на каждый хоккей. Четырех лет ее мама учила болеть. Покупала ей шапки СКА, перчатки СКА всякие разные. И вот она с того возраста болеет, ходит, плакаты рисует. То, что это, наверное, самый лучший болельщик. Самый главный болельщик на данный момент в твоей жизни. Как игроку с таким ростом бороться за шайбу, выигрывать силовую борьбу? Есть ли какая-то особенность игры именно для тебя? Да мне, естественно, это еще и легче. Я поменьше, побыстрее. Пошустрее? Да, меня тяжелее поймать, тяжелее шайбу, можно сказать, отнять. А на ворота полезть, это если я ногами отбегу, то либо две минуты, либо получится выйти на ворот. Так что, мне кажется, больше преимуществ, чем недостатков. И никогда не комплексовал по этому поводу? Никогда не хотелось бы двухметровой машины, условно, Овичкин, которая просто всех мушит? Нет. Мне всегда комфортно, мне Геннадь Геннадьевич всегда говорил. Ты маленький, ты особо большим никогда не будешь. Так что сразу начинаю кататься, двигаться, думать головой. Окей, в 12 лет спортивный интернат, в 17 лет поехал в Петербург. Решение о том, чтобы переехать в Питер в СКА 1946, тоже вместе с родителями принимал? Посоветовались, решили все равно продолжать играть в Питере. Мне кажется, что Питер самая сильная такая, можно сказать, школа. Что развивает игроков, помогает им хорошие условия. Я сказал, что буду развиваться здесь. Тут как раз нельзя плавно не перейти к Миннесоте, потому что в 2020 году ты был здрафтован этой командой в НХЛ. Во-первых, когда узнал? Какие были ощущения, чувства? Это очень приятно. Вообще я онлайн смотрел с родителями. Очень приятно, когда те драфтует команда. И честно, без разницы, кто те драфтует. Она поверила в меня, и я очень благодарен ей. И в СИЗО они вообще спрашивают, как дела, как самочувствие, как хоккей. Так что они всегда на связи, всегда поддерживаем связь, просто разговариваем, общаемся. Совершенно очевидно, что твое поколение, это поколение тех, кто не может не мечтать об НХЛ. Почему ты принимаешь решение остаться в СКА? Это мечта с детства. Просто разумно подумали, с семьей поговорили, что на данный момент сейчас важнее окрепнуть, стать лидером в СКА. А что такое для тебя именно юниорский ЧМ? С Ю-16 получается. У нас три года сборов, три года работы для этого турнира. В основном все сборы, все для подготовки к юниорскому чемпионату мира. После него уже начинается и молодежка, кто-то кого-то в КХЛ, кто-то в ЭХЛ. И уже потом собирается молодежная сборная. А так юниорский чемпионат мира, но это замечательный турнир для того возраста, 17 лет. Это вообще, кто бы себе представить мог, что в 17 лет чемпионат мира в другой стране, это вообще супер. А сейчас, спустя время, ты вспоминаешь это серебро как поражение или все-таки как медаль? Больше, наверное, как поражение. Я, наверное, не знаю, не могу ходить и гордиться, что я второе место юниорского чемпионата мира занял. Юниорский чемпионат мира – это один шанс выиграть за всю жизнь. И неприятно проиграть его в финале, в овертайме. А чему научил в целом турнир? Сделал какой-то для себя вывод такой персональный? Ну, мы стали взрослее, мы попробовали этот турнир уже. Я с ребятами постарше поиграл на юниорском чемпионате мира. Так что для меня это вообще большой шаг был – сыграть там. Ну, а следующий шаг, он, с одной стороны, состоялся, а с другой стороны, был прерван Международной Федерацией Хоккея. Молодежный чемпионат мира, который сейчас должен был, собственно говоря, в январе завершиться, а вместо этого – отмена. Там что происходило и как вы воспринимали? То есть давай начнем, может быть, с самого начала. Едете на Молодежный чемпионат мира. Было понимание того, что вот этот бардак может там происходить, в Канаде? Мы приехали просто играть в хоккей, уже подготовились, тренировались три недели в Новогорске. И мысли вообще никакой не было, что такое может произойти. А когда уже начали заболевать ребята, там, ну, какой-то команды, два игрока заболело, 0-1 или 0-3 записано. Техническое поражение, да? Техническое поражение. Там очки очень важны. Безусловно. Ну, и тут просто отнимают из-за того, что у тебя один-два игрока заболели, хотя команда может выступать. У тебя отнимают эти два очка. И, наверное, правильно, что отменили, потому что… Правильно, что отменили? Думаю, правильно, потому что здоровье важнее всего. Ну, удивительно, я был уверен, что ты будешь ругать организаторов, да, за то, что… Там уже неправильно. Так все было организовано. По спортивному уже неправильно было, уже у многих команд отняли очки. Окей, СКА. Команда разного возраста, совершенно. Ты, естественно, молодое поколение. Как отношения выстраиваются? Есть ли вот эта пресловутая спортивная дедовщина? Начнем с провокации. Да особо нет. Водичку там принести, шайбочки собрать – это… Святое дело. Конечно. Я молодой, и я понимаю, что это моя работа. А так, нет, ребята поддерживают в плане, подсказывают. Коллектив замечательный. Есть свободное время там покушать, куда-нибудь съездить. Мы предлагаем всем в плане поехали. Вы предлагаете тем, кто постарше? Ну нет, я имею в виду, не мы предлагаем, это ребята постарше. В плане, они не говорят, что молодые там не едят или еще кто-то не едет. Всем предлагают просто поехали, поужинаем, посидим, пообщаемся. У тебя в инстаграм есть фотография, где ты в футболке сборной Италии. Да. По Невскому проспекту. Да, да, да. То есть, теперь вопрос. Сборная Италии по футболу, она оказалась в твоей душе до чемпионата Европы? Или по ходу турнира Сталзай-Переза? Мы все лет смотрели футбол. С Марченко особенно. В начале Евро, получается, ну, я сказал, я за Италию. Блин. Почему? Мне понравилось. Ну, мы играли в футбол, там, и решали, кто какой игрок, когда выходим на поле. Я был Икарди. Красивый выбор. Да. Мара там, Кристиан Роналдо у нас всегда был. Который бил, не отдал опасы. Так что и просто следили за футболом, решили, кто за кого болеет. И смотрели, ходили каждый матч куда-нибудь. Либо в гости друг к другу, либо куда-нибудь посидеть. Опять же, в твоем инстаграме ты подписан на большое количество звезд. Суперзвезд спорта. Я, если честно, так просмотрев, реально удивился подборке. И хочу тебе предложить, чтобы ты прокомментировал, почему ты на этого человека подписался. Чем он тебя восхищает, какая была мотивация. И чем он тебе интересен. Начнем с топов. Мбаппе. Почему Мбаппе? Молодой, дерзкий пацан, который рвет в футболе. Тогда почему Ибрагимович рядом? Заслуженный ветеран, который по-прежнему рвет. Конечно, ветеран шведского футбола. В детстве всегда так нравилось смотреть. Какой-то свой стиль у него есть. Так слежу иногда за ним. Слушай, сейчас отвлекусь от инстаграм. Ты действительно классно, я так понимаю, хорошо очень разбираешься в футболе. Это откуда? ФИФА? Вот так вот, понятно. То есть не то, что там с папой чемпионат мира по футболу посмотреть. Больше, наверное, ФИФА, как играли с пацанами, больше узнавал игроков. Узнавал игроков, больше смотрел футбол. Российскую лигу особо не смотрю. По возможности смотрю и Бундеслигу, и Испанию, и Англию. Лигу чемпионов. Так что, наверное, больше ФИФА помогла так хорошо узнать футбол. Слушай, а ты можешь объяснить, почему хоккеисты так любят играть в ФИФУ? По идее-то надо играть в хоккей. Приятнее поиграть в другой вид спорта. Мы и так в хоккее, Бундес 4 на 7. И еще и приходить, допустим, домой играть в НХЛ. Фимболисты-то играют в ФИФУ? Ну, не знаю. Они как раз вот тут не меняют. Я могу и в НХЛ поиграть, и в ФИФУ. Ну, больше, когда хочется зарубиться с кем-то, больше ФИФУ, наверное. И какую команду выбираешь? Реал-Мадрид. Реал-Мадрид. Ну, популизм такой, да? Ну, не знаю. Я прям с самого детства был Кристиан Роналду, там, Реал-Мадрид. Баскетбол, НБА. Стеф Карри. Почему? Ну, звезда баскетбололога, который рвет лигу, мне он очень нравится, как играет. Ну, интересно смотреть просто за человеком, за профессионалом в другом виде спорта, за чемпионом. Так что просто он мне интересен как личность. Следующий вид спорта – это ММА Хабиб Нурмагомедов. Тут вроде понятно. Ну, тут нельзя не подписаться. В плане, представляет в ММА Россию. И не подписаться. Плюс еще чемпион наш. Так что, можно сказать, я его так поддержал. Добавил одного подписчика. Он тебя, я уверен, очень благодарен. Выбор, который меня поразил, потому что это не Ферстаппин, не Хэмильтон. Это Даниэль Рикардо. Да, из Макларена. Это Формула-1. Это, ну, окей, Нурмагомедов, понятно, но Формула-1. И почему именно Даниэль Рикардо? В детстве просто мне нравился Феттель. Со временем Рикардо мне понравился. А ты следишь за Гран-при регулярно? Или просто результаты смотришь? Особенно в детстве. Смотрел, да? Смотрел, да. Так и с папой могли посмотреть сесть. А так сейчас больше результаты, наверное, наблюдаю. Потому что особо времени нет посмотреть. Я все следил. Я так, знаешь, параллельно, слушай, я тебя, конечно, поражаюсь, насколько спортивный отец сам играл в хоккей, пусть любительский. Сына стал дело чемпиона. Футбол, я уверен, тоже много вместе смотрели. Тебе еще Формула-1. Да, спорт — это жизнь, так скажем. В нашей семье-то особенно. И он сейчас уже на теннис. Переключился? Переключаемся на теннис уже. Милкую сестру отдали в теннис. Вот так вот. А сколько ей лет? Семь. Семь лет, и из нее теперь будут делать победительницу турнира «Большого шлема», соответственно. Постараемся, да. Слушай, а ты не говоришь папе, например, пап, уже одного спортсмена сделал, но хватит мучить детей, пусть занимается музыкой. Да нет, это честно, я понимаю, что если бы не хоккей, чем бы я сейчас занимался. Но в компьютере, наверное, сидел 24 часа в сутки. Но за гаражами, так же, наверное, повторюсь, как Жига, наверное, так говорил, за гаражами где-нибудь тусил. А так спорт, это общение, компания, это, можно сказать, ну это рост, наверное, как личность. Потому что ты тренируешься с ребятами, ты ездишь на соревнования. И думаю, это лучше всего, если через это пройдет ребенок. А дальше уже, ну это его дело. Мы, допустим, дадим возможность в плане понравилось, играет, тренируется. Но если там в 15 лет скажет, нет, ну я не хочу, ну вот тогда уже нельзя заставлять. Если ребенок загорится этой идеей, тогда, конечно, пусть занимается как профессионал уже. А если он там в 11-12 лет, как многие, допустим, скажет, что мне это не нравится, ну, конечно, там никто держать не будет. Вернусь к твоему инстаграм. То, что тоже поразило, это то, что ты подписан на Тома Бредди. То есть ты разбираешься в американском футболе? Немного, да. Смотрю тоже, стараюсь. Особенно, когда в Канаду приезжаем, частенько очень показывают американский футбол. Просто это совсем другой спорт, совсем другой уровень мышления с точки зрения того, что о чем нужно думать и разобраться в правилах, понять, что они делают. Ну, то есть это надо так сесть и себя заставить, в общем-то. Ну да, это, конечно, так. Другой вид спорта, другие правила. Ну, если еще и на профессиональном уровне разбираться в правилах, это вообще здорово. Я так больше, как любитель, знаю, там, что, когда, какие очки получают, сколько там осталось попыток, там, и так далее. Ну, немного знаю, не как профессионал этого спорта. А Том Бредди, ну, можно сказать, один из лучших спортсменов за всю историю, думаю. В американском футболе суперлегенда, а так, да, если весь спорт брать, то соглашусь с тобой, что, конечно, это легенда. Да, легенда, всех видов спорта, конечно. От спорта отвлечемся, а Уилл Смит? Да мне он нравится вообще, он как актер, как режиссер, но, наверное, не смотрели «Король Ричард»? Вот сейчас. Честно говоря, еще не смотрел, знаю, о чем и хочу посмотреть, конечно. Вот, посмотреть тоже. Это сестренка должна смотреть, во-первых, папа это должен посмотреть. Сестра мне про него и рассказала с папой. Хороший фильм, да нет, просто он мне нравится как актер и как режиссер. Интересно за ним наблюдать. Прикольно иногда в Саграме истории публикуют, посты. Весельчак. Ну что ж, Марат, я искренне желаю тебе, чтобы такие люди, как Мбаппе, Мбрагимович, Брэдди, Уилл Смит, когда-то сами на тебя подписались и гордились тем, что, смотрите, я там с Маратом фотографировался и так далее. Классно, супер, спасибо тебе большое. Спасибо. Главное, без травм.